То есть, получается, что среднее значение должно быть проинтерпетировано для признака дубликата следующим образом. Учитывая, что 100 соответствует четверке исходного признака, а 1000 соответствует пятерке исходного признака, получается, что где-то между четверкой и пятеркой находится наиболее репрезентирующее значение для данного признака. То есть, более чем на одну градацию произошло смещение после кодировки, хотя кодировка в соответствии с характеристиками ранговой шкалы не должна была привести к такому смещению. Теперь мы проверим, как поведет себя одновыборочный тест знаков Вилкоксона. Мы выбираем вилк Вилкоксона. Здесь речь идет о медиане. Допустим, мы снова считаем, что интересующий нас признак имеет наиболее репрезентирующее значение, в котором в данном случае мы считаем медиану, на уровне 4. Тест Вилкоксона требует континуальности, изучаемой переменной, поэтому нам придется поменять тип шкалы и заново запустить процедуру. Выставляем 4 значение и запускаем. Мы ошиблись, но я ошибся. Оказалось, что нет, медиана не 4 равна. Заходим, смотрим, медиана равна 3. И статистически значимо отличается реальная медиана от той, которую я предположил. Тест знаков имеет своеобразную процедуру, где рассчитывается число положительных и отрицательных разностей, берется минимальная и дальше высчитывается определенная статистика. Для нас ватт.